Добрый день, друзья! Сегодня мы встречаемся с самым безумным спортивным автомобилем современной Японии. Это Nissan GT-R. Давайте посмотрим на этот автомобиль поближе. Машина эта разработана, если я не ошибаюсь, в 2009 году. И скоро она празднует свой 10-летний юбилей. Но практически без изменений машина дошла до нас с небольшим рестайлингом. Настолько передовым этот дизайн был при его рождении. Машина эта является наиболее традиционным японским спортивным автомобилем. Берет свое начало еще в далеком 1969 году. Nissan выпустил тогда первое двухдверное четырехместное купе. Nissan Skyline, который в какой-то мере отражал тогдашнюю моду на американский muscle car. Но Япония всегда идет своим путем. У нее свои технологии и свои подходы. Nissan, являясь продолжением традиционных японских традиций высокооборотистых короткоходных двигателей, сконструировал на этот раз машину, которая не нуждается в тюнинге. До нее 4-5 поколений автомобилей постоянно подвергались тюнингу. И это стало лучшей платформой для безумного повышения мощности. Но здесь не стояла задача изначально создать такой автомобиль, который уже не нуждается в тюнинге. Это шестицилиндровый двигатель 3.8 литра с большой турбиной, автоматической коробкой передач, который развивал в стоке изначально 480 лошадиных сил. Сегодня базовая версия развивает 540 лошадиных сил. А форсированное исполнение до 600 сил. Но вы видите, насколько это отточенная машина уже эпохи 21 века. Этот дизайн ничего не берет от традиций. Здесь нет никакого духа ретро. Это сплошные грани. И в этом своем авангардном граненом дизайне эта машина может сравниться только, наверное, с Ламборджини. Даже Феррари оперирует мягкими бионическими формами сегодня. И только Ниссан и Ламборджини создают вот такие подлинные шедевры. Машина эта сродни, наверное, где-то легенде о ниндзя. То есть это острый клинок самурая, которым опытный водитель на извилистой дороге режет рекорды круга и обходит всех и вся. В то время эта машина побила все безумные рекорды Нюрнбург-Ринга. Но, конечно же, не является там самой быстрой. Время идет вперед. С другой стороны, это так называемый цифровой суперкар. Эта машина, в отличие от многих других, позволяет настраивать по выбору владельца очень многие параметры. И в этом она, конечно, интересна для подлинных энтузиастов вождения. Посмотрите на эти великолепные диски. Отсиликоненные шины. Машина идеально чистая. Выбралась в центр на Dunlop. Размерностью 285х35 ZR20. Dunlop Sport Max GT. Великолепная гоночная резина. Так называемые полуслики. Четырехпоточная система глушителя. Машина очень хорошо звучит на высоких оборотах. Низкий, глубокий звук. Даже не характерный для турбомашин. Надо сказать, что атмосферные двигатели традиционно звучат сочнее, глубже. И этим, конечно, славятся 8-цилиндровые американские и 12-цилиндровые итальянские двигатели. Но этот мотор, поверьте, сейчас молчит, но звучит великолепно. Машина устрашающая, чудовищно громко, сочно. И дает очень разноплановые тона звучания. Это настоящий японский орган. И меч самурая в одном лице. Итак, друзья. Nissan GT-R. Машина, которой в этом году уже 8 лет, но она совершенно не устарела. Это авангардный дизайн, который, уверен, отметит свое десятилетие. И войдет во второе десятилетие, не уступая своим основным соперникам. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok